Фавлодаре, мужчина за бесплатными констоварами для малоимущих, приехал на крутом Лексусе. Общественники заинтересовались, так ли этот человек нуждается в бесплатной помощи. Об этом мы не только уже готовы рассказать корреспонденты Информбюро. Добрый вечер, я Аскар Медебаев и мой коллега Ирханат Кубжасар. Рахмет Аскар, кейшар, кейшар. И смотрите прямо сейчас. Чиновники Министерства образования ответили на обвинение своей коллеги в коррупции, что заявила вице-министр МОН госпожа Жакупова. В качестве медиа шантажа, наверное. Ответ секретарь Арын Орсариев также не остался в стороне. Ранее директор одного из департаментов министерства обвинила свое руководство в давлении на нее. Чем может закончиться этот скандал? Пострадавшие при наезде в Алматы рассказали свою версию произошедшего. Кто спровоцировал конфликт? Сергей Хан утверждает, что не участвовал в драке и его сбили по ошибке. Сели за автомашины, соответственно, и начали совершать на нас наезды. Новые подробности громкого дела через несколько минут. Блин, не комом. В Каргандинской области на 4 месяца раньше всех внедряют обязательное медицинское страхование. Связываю, что будет улучшение, облегчение для пациентов. Почему именно этот регион выбрали в качестве пилотного? Какая польза будет для жителей, что от проекта ждут пациенты клиник? Правда или нет, что выяснила специальная комиссия при посещении Руднинского детского дома? Подтвердились ли ужасающие факты? Сообщалось, что в учреждении грязно, а детей называют не по именам, а по номерам. Так ли это? Кто никогда Лизу, нашу Лизу, которая сегодня 4 года, никогда не называл номером 5? Что будет с детьми-инвалидами? В Министерстве образования Казахстана разгорается новый громкий скандал. Высокопоставленные чиновники этого ведомства сегодня ответили на обвинение своей коллеги о фактах коррупции. Ответственный секретарь Министерства Арын Урсариев прокомментировал жалобу о нарко-эрбековой о хищении бюджетных средств и давлении на нее. Не стало молчать и вице-министр Министерства Фатима Жакрыпова. Действия своей коллеги она расценила как медиашантаж и заявила, что госслужащие будут защищать свою честь и достоинство. В Министерстве образования, которое в этом году сотрясают коррупционные скандалы, вновь случился инцидент. Мы уже рассказывали, что директор департамента административной работы и государственную закупок Анарка Ирбекова обвинила своих коллег в коррупционных преступлениях и в том, что на нее оказывают давление. Согласно последней рассылке пресс-службы, разногласия между сотрудником и ведомством длится уже последние пять месяцев. Примерно тогда же в Министерство вернулась Фатима Жакрыпова, которая также фигурирует в жалобе сотрудницы. Она с доводами коллеги не согласна и вместе с другими обвиняемыми намерена оставить свою невиновность. Каждый гражданин должен быть защищен государством, в том числе от таких действий. В данном случае, если это классифицировать, наверное, это что-то в качестве медиашантажа. Я думаю, что мы должны проявить тоже свой профессионализм и в рамках действующего законодательства. Объяснил свое видение ситуации и ответственный секретарь Министерства Арынар Сариев. Он пояснил, что две из трех коррупционных схем, о которых говорит коллега, не доказаны. Это подтверждено уполномоченными госорганами. По оставшемуся делу ведется расследование антикоррупционных служб, и результаты будут известны позже. Что касается дисциплинарной ответственности, которую привлекли к Айрбекову, то это обоснованно, заключил ответ секретарь. С 2014 года по жалобам на действия Кайрбековой проведено не менее 16 разбирательств. Если речь идет о других проступках, жалобах коллег на ее неэтичное поведение, претензиях к ней представителей подведомственных организаций МОН РК, то по каждому вопросу следует раскрыть ситуацию отдельно. Так или иначе, на расследование сомнительного проекта Министерства и самого конфликта с сотрудникам понадобится время и усилия антикоррупционщиков. Пока все участники истории остаются в своих креслах, но кто знает, чем все это обернется. Пострадавший при наезде в Алматы рассказал свою версию произошедшего. Спустя трое суток после инцидента один из потерпевших мужчин впервые прервал молчание и поделился подробностями той ночи. Напомню, в результате конфликта двое братьев Жандос и Динмухаммед Аликеевы намеренно сбили людей. Жандос задержан, а вот Динмухаммеда все еще разыскивает полиция. Накануне их мать дала эксклюзивное интервью нашему корреспонденту, где рассказала, что юноши таким образом защищались. А сегодня пострадавший Сергей Хан опроверг ее слова. Один из пострадавших во время наезда в Алматы, 28-летний Сергей Хан, перенес операцию и идет на поправку. Увидев в интернете обращение мамы обвиняемых братьев Аликеевых, он поспешил опровергнуть ее слова. Уверять, что ни на кого не нападал. В ту ночь Сергей вместе со своим другом Еркеном Сарсенбаевым и племянником Станиславом Алиевым встретили товарища из Актау. Четыре друга посидели в кафе и затем пошли в магазин за продуктами. Выходя оттуда, якобы стали невольными участниками конфликта группы мужчин. Конфликт весь начался из-за того, что, по сути, группа лиц начала распускать руки непосредственно на моего братишку Алиев Станислав. Со стороны той группы лиц последовал удар в его сторону. Мы начали выяснять отношения, на каком основании они нас руки поднимают, может быть, они нас с кем-то спутали. По словам Сергея Хана, у одного из агрессоров в руках было оружие. Конфликтующие вышли на дорогу и продолжили выяснять отношения. Тогда двое сели за руль и наехали на Сергея, его брата и друга. У одного из людей упало оружие. Я не могу утверждать, что это было огнестрельное, травматическое. Эти две машины просто по проезжей части начали рисовать круги, так скажем, запугивать нас. Мы некоторое время отбегали от машины, пытались кричать, что выйдите из машины, поговорим, успокойтесь. У Сергея Хана два перелома со смещением на левой ноге. На следующей неделе собирается выписываться. Утверждает, что родственники обвиняемых не приходили, чтобы проведать их. Мама же подозреваемых рассказывает, что наняла адвоката и к пострадавшим пойдет вместе со своей защитой. Также Назира Аликеева утверждает, что Жандоса Аликеева пытает в следственном изоляторе. И заставляют дать признательные показания. Сидит, бьют его, заставляют признаться. Покушение на убийство. На белой машине, которая сейчас сидит, Жаник, тоже к ним схожу обязательно. Я одна не пойду, я пойду с адвокатом. 20-летнего Динмухамеда Аликеева, который был за рулем черной иномарки и наехал на троих людей, все еще разыскивает полиция. Дело расследуется по статье «Покушение на убийство». И обвиняемым Жандосу и Динмухамеду Аликееву грозит до 15 лет лишения свободы. Ардак Камал, Рината Булхаеров, Информбюро, Алматы. В Павлодаре один из малоимущих приехал за бесплатным школьным рюкзаком на машине премиум-класса. Волонтеры клуба «Добряков», проводившие в преддверии учебного года благотворительную акцию, не поверили своим глазам. Ну а потом, оправившись от шока, решили проверить информацию. Выяснилось, «Лексус» действительно принадлежит мужчине. Общественники проводят акцию «Благотворительный портфель» несколько лет. Уже могут сразу определить, кто действительно нуждается в помощи, а кто падок на дармовщину. В этом году они вручили 300 наборов. Остатки решили раздать детям из малообеспеченных семей, которые были в резервных списках. Социальный педагог одной из школ города предоставил отданные семьи, где родители на двоих зарабатывали чуть более 50 тысяч тенге в месяц. Но удивил недоход семье автомобиль, на котором отец приехал за бесплатным портфелем. И, конечно же, волонтеры наши были очень раздосадованы этой ситуацией. Почему? Потому что человек, который садится в «Лексус», он очень вряд ли может подходить в категорию малоимущего человека. Но чтобы не быть голословными, чтобы не обвинять, потому что ситуации могут быть разные. Может быть, он водитель, может быть, он взял у кого-то машину. Мы, конечно же, сами по своим каналам проверили, и выяснилось, что автомобиль оформлен на него. Они живут в достаточно хорошем доме, в частном доме, в Каменном. Карагандинцы первыми испробуют на себе все прелести обязательного медстрахования. Если по всей стране программа заработает с 1 января нового года, то в этом регионе уже с 1 сентября. Сегодня там запустили пилотный проект об обещаниях и ожиданиях Людмила Батюшкина. Ирина Филиппова, у которой целый букет серьезных заболеваний, обслуживалась в частной поликлинике в рамках госзаказа. И, по ее словам, никак не могла добиться направления на операцию или хотя бы дневной стационар. Надеется, что, будучи застрахованной, получит больше, как пациент. Если по стране медстрахование стартует с 1 января, то в Карагандинской области уже с 1 сентября. Жителям региона повезло, считают в Минздраве. Взносы они начнут платить с 1 января, как все, а дополнительную помощь получат раньше. В рамках пилота ничего дополнительно жителям Карагандинской области платить не надо. Деньги выделены 2,3 миллиарда тенге из республиканского бюджета. Карагандинскую область выбрали пилотный, потому что здесь быстрее всего связали в единую электронную базу данных все медицинские организации. В отличие от всей страны, которая получит доступ к пакету СМС 1 января 2020 года, уже 1 сентября вы можете обратиться к своему врачу общей практики, пройти профилактические осмотры. И медицинские организации в этом заинтересованы, имея контракт с фондом, чтобы эти услуги оказать. К чему приведет очередной эксперимент, сказать сложно. Одни еще не утеряли веру в инициативы сверху. Другие уверены, что государство перекладывает расходы на медицину с бюджета на плечи населения. А вот про качество говорить можно бесконечно. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Два человека погибли в результате обрушения стены в Новосибирске. Из-под завалов извлекли еще пятерых, в том числе гражданина Казахстана. Он выехал в российский город из Экибастуза на заработки с целью в будущем перевезти туда всю свою семью. А что за здание было? Пострадавшему казахстанцу 40 лет в Новосибирске трудился разнорабочим. В ходе обрушения стены получил перелом берцовые кости со смещением и был экстренно госпитализирован. Близкие узнали о случившемся сети. Обрушение стены произошло сегодня в полдень во время ремонтных работ. Под завалами оказались пятеро человек, двое из них погибли. Еще один в критическом состоянии. Всего на работах по реконструкции двухэтажного здания трудились порядка 70 человек. По меньшей мере три человека погибли из-за проливных дождей в Японии. После продолжительной жары на страну обрушились ливни и вызвали оползни и подтопления. Более всего пострадала южная часть. Власти объявили эвакуацию более 800 тысяч человек. Метеорологи присвоили угрозе максимальный пятый уровень. Проблема в том, что ливни пока там не прекращаются. Судя по видео записанным очевидцами, во многих местах улицы практически ушли под воду. Реки выходят из берегов. Местами выпало более 100 миллиметров осадков. Вооруженные силы Японии отправили солдат на помощь. Пострадавшие районы в городе Сага затоплена железнодорожная станция. Вы смотрите Информбюро. Продолжаем выпуск. Уволенная руководительница специализированного дома ребенка в Рудном опровергает обвинение. Ранее проверяющие из Нуратана рассказали о вопиющих фактах содержания детей. О том, что воспитанников вместо имен зовут по номерам, не выводят на прогулки и многое другое. Все подробности в следующем материале. Маленькая Таня быстро информирует, кого и как зовут. Свои имена дети знают. Это первое, что мы выяснили, войдя в Рудненский специализированный дом ребенка. Хотя ранее члены экспертной группы из Нуратана заявили о том, что воспитанников здесь всех пронумеровали. Никто никогда Лизу, нашу Лизу, которой сегодня 4 года, никогда не называл номером 5. Да, она сидит у нас на горшочке 5, вытирается полотенцем номер 5. Но Лиза, у нас Лиза, у нас даже детей, извините меня, по фамилии-то не называем. Иногда, когда кто-то спрашивает, а так у нас Лиза, Лизавета. Кроме того, проверяющие из правящей партии рассказали, что в учреждении антисанитария. Сироты лежат в рвотных массах и на воздухе не бывают. Они были красные, обработанные костелянным маслом. Это пролежни. Пролежни являются признаком низкого качества ухода. Лопнувшие места, но это не пролежни, а как трофические язвы называют их. После громких обвинений руководителя учреждения уволили. А в Руднинский дом ребенка отправилась комиссия из Костаная. В ее составе чиновники, врачи и партийцы. Здесь детей с пролежними мы не обнаружили. Грязи мы здесь не обнаружили. Шприцов мы здесь не обнаружили. Дети, которые сегодня находятся здесь на палеоативном лечении. Вопрос их прогулок на воздухе – это медицинский вопрос. В Руднинском доме 28 детей. Все они с нарушениями психики и с органическими поражениями центральной нервной системы. Грубых нарушений комиссия не зафиксировала. Работники учреждения намерены отстаивать свою честь, в том числе и уволенная руководительница. Тень и вот эта вот грязь вылета не только на меня, как на главного врача. Там же пишут, что дети содержатся в детском доме ненадлежащим образом. То есть это тень на весь коллектив. Коллектив и я, мы будем бороться. Тем временем, обнародовавшись все эти факты, Динара Закиева от своих слов отказываться не собирается и уверяет, что у нее есть доказательства. Но передать их прессе считает неэтичным. Работники детдома, в свою очередь, тоже готовы предоставить по требованию видео с камер видеонаблюдения. Нина Шапой, Елена Досова, Информбюро, Костанайская область. А вот жительнице Павлодара во второй раз пришлось испытать шок. В прошлом году Ажар Сагандыковой прислали квитанцию для оплаты налогов на недвижимость. На имя покойного отца, который скончался в 2014 году. Тогда представители налоговой службы извинились, сама женщина обошла все необходимые госорганы. Но несмотря на все предпринятые меры, в этом году извещение на умершего человека пришло снова. Как издевательство, как оскорбление, нанесение все-таки и морального вреда, потому что вновь эту квитанцию видала мама, она нервничает, это неприятно всей семье. Они извинялись, да, просили, чтобы я пришла. Я приходила к ним, думала, ну ладно, бывает там база, сбой, но в этом году я уже никуда не пойду. И я думаю, что налог я платить не буду, налог пришел на покойного отца. Управление госдоходов сообщили, похожие ситуации иногда возникают, но якобы не по их вине. Всю информацию они получают из правительства для граждан. Почему прошлогодняя ошибка произошла вновь, не знают. Скорее всего, специалисты, несмотря на резонанс, снова забыли внести исправление в базу. Между тем, отец Сажар Сагындыковой скончался пять лет назад, а квитанции на его имя стали присылать с 2018 года. В прошлом году, когда была эта ситуация, наши сотрудники связывались, на тот момент это было РГП, Центр недвижимости. И, насколько я знаю, они отвечали, что данная доля после смерти гражданина, она то ли по наследству не перешла, то ли, в общем, она так за эту долю, за этим человеком и осталась. Соответственно, эти сведения они так и нам не предоставляют. То есть они вам предоставляют недостоверные сведения? Ну, в данном случае, да, недостоверные, не могу сказать. Наше дело только как по представленным сведениям начислить налог. Продолжаем выпуск. Власти отказали представителям секс-меньшинств в проведении митинга. Заявления были поданы в Экиматы Нур-Султана и Алматы. Мероприятие должно было состояться в защиту прав и законных интересов ЛГБТ-сообщества в Казахстане. Это событие обсуждается в обществе, и некоторые представители общественных движений поддержали отказ властей. Тема сексуальных меньшинств довольно щепетильна в нашей стране. После запроса представителей ЛГБТ о проведении митинга в обществе стали обсуждать, а нужно ли это нам. Мы, как общество, как молодежь, лично мое субъективное мнение, я против этого, что элементарно даже это не подходит нашему менталитету, не подходит к нашей лиге. А если нам навязывать чужую культуру, чужую ценность, чужие нравственности, зачем? Пусть наоборот берут то, что у нас хорошо. До 1997 года в Казахстане отношение между однополыми людьми считалось преступлением. На этот счет в Уголовном кодексе была 104-я статья. Все изменилось уже в 1998 году. Но до сих пор в нашей стране регистрация однополых союзов запрещена Конституцией. Более того, таким парам не позволяет усыновить детей и воспользоваться услугами суррогатной матери. Их не берут на службу в органы внутренних дел и армию. Они смогут с однополым человеком встречаться. Я это не уважаю. Молодежь должна стремиться к чему? К лучшему, к хорошему, к светлому, к доброму. А они какое светлое, какое добро несут. Неоднократно депутаты высказывали мнение, что необходим закон, пресекающий подобные отношения и браки. Однако это противоречит международным стандартам, гарантирующим толерантность и соблюдение личных прав человека. В нашей стране Алматы признан лидером по числу представителей секс-меньшинств и активности их движения. Гульбадам Назбенова, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Нурсултан. У сельских женщин появляются новые возможности для профессиональной самореализации. Работники общественных организаций готовы ездить по самым далеким аулам, чтобы научить Казахстанок о замведении бизнеса. Об этом активисты рассказали на форуме сельских женщин в Кокшетау. О роли женщин в бизнесе, сельском хозяйстве и общественной жизни говорили участники форума. Оказывается, из пяти тысяч действующих ферм и крестьянских хозяйств тысячу возглавляют дамы. На сегодня 395 женщин-предпринимательниц успешно развивают свой бизнес по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства. Среди них владелица аптеки Наталья Реслинг. А есть вопросы по рецептуре и по регулированию цен. Немножко некорректные приказы, но с этим работают. И в принципе, я думаю, что скоро это все наладится. И работа наша тоже наладится, потому что у нас сегодня немножко, так скажем, снизился чек, снизилась прибыль. Конечно, это тяжеловато. В этом году 662 женщин обучились начальным азам бизнеса в рамках проекта «Бастау Бизнес». Выдано на развитие бизнеса 108 кредитов на общую сумму 382 миллиона тенге. Женщинам идут навстречу, выезжая к ним даже в самые отдаленные аулы. Не каждая женщина на селе, она бросит дом, поедет учиться на два месяца куда-то и будет без оглядки брать кредиты, потому что она же думает о семье, думает о детях. Надо сначала женщинам учить. Впрочем, в Акмолинской области женщины реализуют себя не только в бизнесе. Так, среди 276 депутатов-маслихатов всех уровней 70 – дамы, 147 – руководители первого звена в госорганах, 56 – работают акимами сельских округов.